Привет, друзья! Пришла весна и пришло время для подготовки и вывода пчелиных маток у себя на пасеке. Многие пчеловоды, матководы выводят маток у себя на пасеке разными методами, разными технологиями, способами. У каждого свой подход к этому делу, у каждого свой инвентарь. Я хочу поговорить сегодня о привывочных рамках и рассказать, как вывожу маток у себя я на пасеке. Для вывода маток я использую два способа. Это перенос личинок вручную, китайским шпателем. У меня их много, это разные варианты, с разными наконечниками. Я их выбираю, шлифую, полирую язычки и так далее. Для переноса личинок вручную я использую шпатель китайский и вот такого рода привывочную рамку. Они у меня разные, их много, с разным количеством мисочек и так далее. Это как для примера. Такая у меня привывочная рамка. Я ей работаю для вывода маток шпателя и для сбора маточного молочка. Маточное молочко собираю как бы двумя способами. Первый способ это я делаю точно так же, как и для вывода маток, но поболее количество мисочек для прививки для маточного молочка. И второй способ это, когда я забираю с нуклеуса, который у меня нарутовскую рамку, матку, я через 72 часа прихожу с шпателем, есть у меня вот такой шпатель, и собираю маточное молочко и ломаю этим маточники и сразу же подставляю практически маточник на выходе. То есть я и собираю молочко сразу же, и сразу же подставляю маточник на выходе. Вот такая планочка, на которой я клею вот такие ромбики. Я вырезаю ромбики с жести, с оцинковки и клею эти ромбики на планочки. Чем мне нравятся именно ромбики, почему, ну как-то я видел еще в начале своей 16 лет, когда начал заниматься выводом маток, мне понравилось, и я в принципе так и делаю. Ромбик это хорош тем, что я его наклеил на планочку, приклеил к нему восковую мисочку, которую, вот мисочки, которую я делаю с помощью силиконового шаблона. Она очень удобная, очень классная, в принципе быстро, и мисочки получаются ровненькие, хорошенькие. И с помощью шаблона, и с помощью воскоплава, который у меня уже есть, который мне подарил Александр Пасечник, очень удобно, очень практично с этим, как бы, инвентарем работать. Наклеиваю сюда, на такую рамку, ромбики с мисочками. Чем мне нравятся ромбики, это тем, что, когда у нас запечатанные маточники, нам нужно отобрать маточники, или, ну, отобрать для постановки в семью, отводок, в нуклеус. Я просто достаю рамку и стамеской подковыриваю не маточник, а просто железку. Это, чем железка хороша, тем, что, во-первых, многие пчеловоды клеют саму мисочку к дереву, я клею ромбик. Это хорошо тем, что мы, я с этим ромбиком могу манипулировать на рамке в любое удобное для меня место. То есть, я могу прикрепить хоть здесь маточник ромбиком, хоть здесь, то есть, там, где мне нравится, туда я могу прикрепить свой маточник. Хотя и без ромбика его можно приклеить, поставить сверху рамки, то есть, в принципе, проблем нету, ну, я как-то повелось, я делаю так. Это по поводу ромбика. И за эту рамочку я сказал для прививки шпателем. Шпателем, кстати, можно также прививать и в джентльский сот, и в сотник, это пластиковые мисочки. Ну, в принципе, я с шпателем работаю с восковыми мисочками. Также у меня есть на пасеке джентльский сот. Вот такой, несколько у меня, кстати, джентльский сот. Полная комплектация. Вот так он выглядит на рамке. Сейчас идет у меня подготовка к сезону, я все чищу, как бы делаю, обновляю инвентарь. Он закреплен у меня, врезан в рамочку, в суш, закреплен двумя гвоздиками и крепко держится, не шатается ничего. Ну, я делаю просто на саму рамочку. Ну, я делаю в сушнину, вставляю так, как мне нравится, когда я открываю матку, освобождаю. Матка, ну, получается, когда есть сушняк, матка переходит и может нам засеять на рамке. Потом, когда я достаю это все дело, я могу даже шпателем взять этот материал для вывода в дальнейшем. Когда же просто сот на самой рамке, то матке потом надо еще перейти. Ну, как бы, это мое субъективное мнение. То есть, мне больше нравится так. И я вижу плюс в этом, что матка не получает стресса, нету пустого пространства, она сразу переходит сюда, сеет. И, в принципе, рабочий вариант. Так как достаю, есть еще и племенной материал для вывода. При использовании джентерского сота у меня есть несколько привывочных рамок. Первая рамка привывочная. Так как не у всех пчеловодов есть полная комплектация. И нету вот этих всех цеколей, держателей разного варианта. Вот такого варианта, вот такого. Если у нас есть, к примеру, стандартный комплект, то там нету держателей, есть только мисочки и донышко. Для этого я сделал вот такую рамочку привывочную, на которой сверлом на 8, по-моему, на 8 или на 9, возможно, даже и на 9, сделал отверстие с расстоянием где-то, ну, у меня тут 2 сантиметра. В принципе, можно от сантиметра до 2,5. И делаю привывочную рамку вот такой. Чем это удобно? То, что нам не нужно ни держателей, ни цоколей, ничего. Просто взять донышко с мисочкой, уже с личинкой, и просто вставить в планочку, и всё. И у нас уже готовая рамка для прививки. Есть свои минусы, как в этом варианте, как в этом, и ещё в третьем варианте. То, что когда нам нужна, к примеру, маточник заизолировать, нам нужны неплодные матки, нам нужно достать эти все маточники и поместить их то ли в клеточки, то ли заизолировать. Для этого нужно это всё разбирать и вставить в другую рамку, то есть в клеточке и всё такое. Чем это вот именно минус в том, что нужно больше манипуляции с этой рамкой. Но, как вариант, она имеет право на жизнь, так как не у всех есть полная комплектация, в нашем случае, джентерского сота. Также есть вот такая прививочная рамка, на которой я сделал вот такие рамки с отверстиями. Я свернул сверлом, по-моему, на 18. Здесь сюда просто вставляются вот такие циколя, то есть они есть гладенькие, есть вот такие ребристые. Они тоже сюда вставляются, в принципе, и вставляются сюда в рамочку. Но, опять же, чем неудобство, то, что мы не можем ни надеть бигуди сюда, ни заизолировать быстро, то есть чтобы не разбирать саму рамку. Нам нужно, чтобы заизолировать маточник, нужно достать рамку, к примеру, достать наш привитый маточник, уже готовый, достать это всё, поместить его в клеточку или поместить его в бигудь. И опять этот бигуди нужно в какую-то рамочку другую перестанавливать, то есть переставлять. Вот в этом есть большой минус. Но, тем не менее, у меня есть и такие рамочки, так как неплодные матки нам нужны, по сути, для первого заселения нуклеусов. В дальнейшем идёт постановка в нуклеусах уже маточников на выходе, то эти варианты, они все работают. Хоть тот, хоть тот. Мы достаем маточник и помещаем его в нуклеус, ну, сам маточник. В принципе, так. Есть у меня ещё вот такая рамка, это уже для полной комплектации, она мне очень нравится, очень удобна. Чем она удобна? Есть вот такие, как бы, держатели, есть вот такие цоколя. И очень удобна тем, что, прививая рамку мисочки с личинкой, мы просто берём мисочку, помещаем её вот так на рамочку приклеиваем. То есть нам не нужно клеить, нам не нужен воск, нам не нужны вот эти ромбики, которыми мы играемся. Мы просто вставляем нашу личинку с мисочкой, с донышком, вставляем в цоколь, в держатель и, как бы, даём на прививку. И самый большой плюс в том, что, когда у нас готовая рамка привитая и уже у нас есть маточники для изоляции, мы просто берём наши бигуди, к примеру, достаем рамку и, ничего не снимая, мы просто берём бигуди и изолируем нашу матку. Всё. Наши маточники из-за изолированы, матка не выйдет, не уничтожит нам всю партию. Вот, получается, у нас уже собранная вот такая рамочка. Чем ещё хорошо цоколя и держатели? Тем, что, допустим, у нас есть свободное место, к примеру, свободное место есть у нас в центре, мы можем, к примеру, с краю рамки достать нашу матку или маточник, который мы заизолировали, к примеру, и поместить его ближе к центру. То есть, не надо нам других манипуляций, то есть, ну, как бы, просто берём с краю и переставляем его в центр. Чего нельзя сделать, к примеру, к примеру, вот на такой рамочке. То есть, тут, где привыли, там и будет. Ну, с другой стороны, пчёлам виднее, но, тем не менее, при первом выводе маток всегда есть ночные похолодания, и, ну, я считаю, что с краю можно переместить в центр. Или манипулировать, к примеру, забрали матку отсюда, забрали матку отсюда, там, переставили маток ближе к центру и так далее. Вот такие рамочки я использую. И, кстати, ещё такой маленький лайфхак, как говорится. Для чистки мисочек в джендерском соке есть вот такой пластиковый в комплекте идёт, как бы, чистилка. Она чистит всё хорошо, но, помимо неё, я ещё использую вот такие палочки. Это палочки с мороженого. Очень классные, очень удобно, и многим, как бы, рекомендую попробовать. Чем она хороша? Эта палочка с подмороженого, она идеально по диаметру входит в саму мисочку, и очень хорошо ей чистить, выгребать, так как говорится, всё, что там есть. Маточное молочко, воск и так далее. И плюс в том, что она деревянная, она не царапает нам саму мисочку, то есть очень удобно её чистить. Мне понравилось, я все вот такие палочки, которые у меня есть от мороженого, я их собираю и чистю ими мисочки. Кому будет полезно, пользуйтесь. Мне понравилось, рекомендую вам. Вот такое видео по моим привывочным планкам, рамкам. Вот так я вывожу маток с помощью джентльского сота и с помощью переноса личинок шпателем. Всё. Всем спасибо. До новых встреч. С вами был Иван Фабро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok